Здравствуйте! Вас приветствует компания Батискаф. Меня зовут Александр. И сегодня мы рассмотрим животрепещущую тему, как ухаживать за маской. Купили вы себе хорошую, дорогую, комфортную, удобную маску. Не знаете, как за ней ухаживать? Я расскажу, в принципе, в двух словах. Очень-очень короткая информация, но важная. Какая бы то ни была маска, из черного силикона, одностекольная, либо из прозрачного, двухстекольная, трехстекольная, четырехстекольная. Самое важное, это хранить маску вдали от солнца. С черным силиконом, в принципе, ничего страшного не становится, только он становится такой дубоватый, он просто дубеет под воздействием жарких солнечных лучей. Силикон нагревается, потом опять охлаждается и просто становится такой деревянненький. Вот сейчас эта масочка свежая, силикон мягенький, комфортненький. Но если вы будете долго держать его на солнце, постоянно, регулярно, то он задубеет. С прозрачными масками все немножко обстоит хуже. Помимо того, что дубеет силикончик вот этот, прозрачный силикон под воздействием ультрафиолета начинает желтеть. Такая неприятная желтизна. Может быть, ее так и не видно, но на этой маске вы ее не увидите, потому что это свежая масочка. Сравнить, к сожалению, у меня здесь не с чем. Но вот силикон на прозрачных масках обычно желтеет под воздействием ультрафиолета очень-очень быстро. Поэтому маски из прозрачного силикона я вам очень-очень рекомендую хранить подальше от солнца. И самое важное, прозрачный силикон, черный силикон. Старайтесь промывать маску обыкновенной пресной проточной водой из-под крана холодненькой. После, будем считать, не каждого погружения, а каждого дня, когда вы ее используете. То есть, пришли вечером или пришли даже днем с пляжика, с погружения, с даева, откуда угодно, с охоты. Под холодную воду промываем изнутри, промываем снаружи, промываем крепление, промываем ремешочек. Стекло пальцами не трогаем, просто-просто-просто под холодненькой водой обмыли везде. Положили. Точно так же и с черной. Два стекла, одно стекло вообще не имеет значения. Внутрь водички, раз-раз-раз, сверху накрепление, везде ремешок. Все, красота. И хранить, и сушить, ни в коем случае не под нагревательными приборами. В тенечек, в бокс положили. Ничего, если она будет мокренькая, при следующем погружении или подаве. Отряхнули, водичку сбросили, все. Все, она опять сухая, ну и мокрая, вам все равно опять в воду в ней лезть. Мокрая, да и мокрая. Ну и, конечно же, всем вам рекомендую постараться как можно меньше трогать пальцами за стекло. Будь то снаружи, либо изнутри. Ну, чтобы все равно на пальцах, какими бы вы чистыми их не видели, как бы вы руки не вымывали, все равно остается жир, который потом оседает на этом стекле. Такие некрасивые замацывания идут, мутное стекло. Ну, на самом деле, это все такое уже лирика. Старайтесь, конечно, так и не делать, но самое важное, хранить от солнца и промывать после соленой воды. На этом, пожалуй, все. С вами была компания Батискав и я, Александр. Если вы хотите подобрать себе хорошую маску, смело проходите по ссылочке в описании. В нашем магазине Батискав вы найдете очень-очень много хороших, качественных и достойных вариантов. А также подписывайтесь на наш YouTube канал, на нашу страницу на Facebook. И всех вас ждем в наших прозничных магазинах Батискав. До свидания.